О традициях пряничного дела. Рассказать, показать, научить делать. В Нягонском музейно-культурном центре проходит выставка «Печатный пряник на Руси». Экскурсоводы не только знакомят с историей выпуска лакомства, но и предлагают самим побыть в роли пекарей. Евгения Самойлова оказалась среди посетителей. Одеваем, ребята, фарточки и косыночки. Косынки и фартуки в музее – такое предложение у детей вызывает удивление, но лишь на пару секунд. Сложнее справиться с завязками, но попробовать себя в роли пекаря никто не отказывается. Начнем мы, ребята, с загадки. Формы разные он бывает, и глазурью весь сверкает. Выпекается в печи, но совсем не калачи. Пряник. Молодцы, ребята. Где еще рассказать о пряничном деле, как не в стилизованной русской избе? На Руси о пряниках узнали в IX веке. Рецепт был прост – мед, ржаная мука, ягодный сок. Позже добавились сухие духи – пряности. Для печатных пряников мастерили специальные доски. Прежде чем вырезать рисунок, заготовку сушили в течение нескольких лет. Но и служили такие формы потом не менее полувека. Пряничные доски. Как вы думаете, из каких породов деревьев их изготавливали? Березы, березы, березы. Брали породы деревьев таких – клен, орех, груша, береза и липа. У выставки «Печатный пряник на Руси» задача не только познакомить с пряничным делом, но и угостить посетителей ароматным лакомством, которое можно тут же украсить на свой вкус. Вот мы делаем себе пряники, но эти я еще не делаю. Я этот пряник делала для своей семьи. Я надеюсь, после нашего мероприятия, мастер-класса, когда детки узнают о прянике, они эти знания передадут своим родственникам, родным, близким и будут сохранять нашу русскую традицию. Сохранение традиций народов России в музейном центре Нягани на особым счету. Мероприятий в течение года не один десяток. Но про пряничное дело выставку подготовили впервые. Отзывы положительные. Да и как иначе, и на несколько веков назад перенестись можно и отведать пряник свежеизготовленный. Евгения Самойлова, Николай Чащин, Вести, Югория, Нягань.